Сорок первый. Кот потери страха заревом кровавым пломенел. Двух парней в растерзанных рубахах водили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый. Все при нем, и сиюшка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Но сзади еле поспевая, семенила старенькая мать. А пощаде немца умоляя, на интердион важно, расстреляет. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но живых оставьте сыновей. И ответил офицер яичинно, ладно, матка. Одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает. Как смертельно этой круговерти изберечь кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, да последующий обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала. Кто роднее, кто дороже ей, взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких сынов перекрестила. И призналась в лицо, не могу. Ну а тот стоял, не пробивая, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший виновата, улыбаясь, младшего к груди своей прижал. Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пошил, а ты не начинал. Отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец, мол, вел. Бет-те. Отодвинул плачущую мать. Отошел подальше деловито. И махнул перчаткой. Она стреляет. Ахнули два выстрела. И птицы разлетелись дробно в небеса. Мать трыжала мокрые ресницы. На детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, Спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды. Два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. Дура матка, получает немец. Одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, Вытирала с губ сыновых кровь. Вот такой убийственно великой Может быть, у матери любовь.